доброго времени суток супер коротенькое видео о для тех кто бесконечно желает все таки получить бесплатно мицелий грибов ну вот ярчайший пример такого получения начнем вот из этих всех предметов сейчас расскажем что здесь находится итак первое фальжана что здесь видим отпечатки вот так вот выглядит отпечаток чего шампиньон почему шампиньона потому что шампиньон проще всего получить каждому грибоводу не нужно там в лес никуда ходить его можно купить обыкновенно в маркете сейчас настроим цвет вот видим в кадре отпечатки шампиньона даже можно просто не глядеть такое ретроспективу получения этих спор вот здесь первый отпечаток вот здесь второй отпечаток вот здесь третий отпечаток и здесь сам шампиньон видим такое асептические высыхания самого гриба асептическое то есть он не инфицировался и если еще особенно внимательно присмотримся к нижней части этого гриба то можно вот там разглядеть вот это серенькое около ножки это не что иное как рост мицелия прекрасно он себе растет можно попробовать его изолировать вот эти ниточки что мы в дальнейшем попытаемся и сделать и высеять ее на гаровую среду где-то получалось мне попасть в кадр видим так хорошенько да вот вот от ножки растет просто из самих спор на теле растет прекраснейший мицелий в дальнейшем в дальнейшем попробуем что-то как-то отмывать я никогда с этим не занимался это потому что это все такое кулибисто которые никому не нужны но попробуем это все отмыть потом расскажу что мы будем делать с этими отпечатками но это люди интересует вот именно что дальше с этим делать и еще такие варианты получением и цели из плодовых тел купите шампиньоны и шаманти экспериментируйте все что хотите но вопрос именно будет сложность в том если у вас нет нет опыта микробиологических работ то как вы будете верифицировать те результаты которые у вас получились об ошибках и я уже когда-то снимал видео сейчас расскажу что здесь почему здесь вот этих три такие емкости и так емкость номер начнем 1 видим что-то происходит какой-то процесс берем емкость номер 2 тоже какой-то происходит процесс и емкость номер 3 видим там что то есть но там вроде ничего процесс не происходит и для еще наглядного примера взял емкость номер 4 итак начнем скорее всего из вот этой 3 значит здесь видим бутылку 0 5 литра полувитрую бутылку из подводки с закошенной агаровой средой в ней валяются какие-то куски эти куски это не что иное как кусочки шампиньона здесь вот читаем надпись что здесь написано на маркировке спирт шампиньон 10 0 9 15 года сейчас 16 прошло 6 дней видим кусочки шампиньона были дезинфицированы спиртом внесены в бутылку на агаровую среду в результате что мы видим мумифицировались эти шампиньоны из кусочки этого шампиньона но в результате роста никакого не предвиделось то есть спирт полностью дезинфицировал этот эти кусочки шампиньона и в результате мы не получили никакого роста отсутствие результата тоже результат это важный такой показатель который нам дает возможность сделать вывод о том что процессе наших лабораторных работ мы делали довольно таки чисто и инфицирование самой самой агаровой среды самой емкости лабораторной не произошло то есть все мы сделали довольно таки чисто условия наши были чистые которые позволяли чисто высеять те образцы или кусочки там гриба для получения кого-то там мицели вот такой вот как контрольная емкость получилась при работе со спиртом второй вариант второй вариант это читаем что здесь пишем написано шампиньон чистый тоже 10 0 9 это все было сделано одновременно что означает чистой сами кусочки агаровой среды мы внесли в эту емкость не обрабатывая ничем я просто с шапки снял ну вот такую кожу или как там сказать на шампиньонах вот то что растет растет сверху я ее аккуратненько снял и просто нарезанные кусочки внес сюда что мы видим здесь видим с одной стороны вот это уже не белая вата вчера она была белая сегодня она уже стала такая черная скорее это такой вот ватный пух с тоненькими малюсенькими крохотными я бы даже сказал головочками черными сверху это рост какого-то гриба скорее всего круто мукора вот здесь лежит вот этот кусок шампиньона и этот мукор попал естественно из грязного гриба если он не обрабатывался ничем и вот там видим полное инфицирование триходермы я даже сомневаюсь что вот эти рост ну возможно вот этот белесый там рост это что-то напоминающее вроде бы как мицелий но фактически этот посеве эта культура никакого значения для нас лабораторно не имеет потому что в результате этих всех наших манипуляций мы получили грязную культуру которые не будет нам ничем полезно и в то же время видим что сама агаровая среда тоже осталась в основном чистой но в дальнейшем она будет колонизирована вот и вот этими ненужными какие-то грибковыми болезнями которые сюда попали там вот ну и в результате вот такой вот тоже брак но и интересный очень такой вот вариант который как мы видим не похож не на ну совсем не похож на два первых значит что будем наблюдать здесь вообще-таки очень показательные примеры показали к сожалению размазалась вот сама агаровая среда получилась вот такая вот некрасивость плохо плохо видно вот из-за этого агара который разбавился значение хорошо видно в камеру довольно таки плохо значит вот здесь видим шампиньон до перекись водорода была использована для обработки частей гриба что в результате мы видим там раз два три четыре кусочка более так наглядно можно здесь вот видеть вот там белесый такой вот рост довольно таки чистенький и красивенький который предполагает с большой надеждой утверждать что скорее всего это рост мицелия смотрим дальше значит первое и второе образцы вот очень плохо здесь видно вот как то вот так будем пробовать выхватывать я даже линзу где-то приготовил не знаю что она нам даст сейчас попробуем с линзой ну вот немножко так с увеличением пробуем так посмотреть что здесь такое происходит узнать ну вот ведь видим больше всего подает надежды вот эта часть мицелия это не мицелия вот эти частичка шампиньона которая лежит в торце бутылки и снимать вот таким вот образом там нету большого там значения значит вот здесь очень похоже это все именно на рост мицелия который вырос из вот этих пластинок которые черные пластины которые находятся под шапкой скорее всего здесь прорастание мицелии и то же самое видим чуть дальше здесь лежит тоже вот такой кусочек довольно таки белесого какого-то произрастания который не похож на предыдущий пример который я вот здесь показывал видим что здесь они сильно отличаются от предыдущего значит есть подозрение что это мицелий но вот этих первых два образца которые находятся вот здесь и вот здесь ну я могу с большим большим такой уверенностью предполагать что вот эти два образца это скорее всего не мицелий это скорее всего те же самые хотя может быть вот эта шапочка сверху она и тоже имеет какое-то отношение к мицелии шампиньона вот ну скорее всего вот здесь я видел там зеленые такая пятнышко было вот это а уже шапочки уже головочки образуется это здесь инфекция вот скажем так в треть вот это вот здесь уже инфекции видно вот эти черные самые головочки как предыдущим здесь что-то сверху и вот два таких вот представляющих интерес два кусочка но что нам дальнейшем делать а еще самое интересное здесь попал бактериоз вот мы обработали перекисью значит дезинфекция какая-то произошла но то же время споры остались живы в дальнейшем мы это свойство и попробуем использовать при высевании спорового материала из отпечатка вот а бактериоз нам дезинфицировать не удалось поэтому вот это мокрая вот эта поверхность вся которая вот видим как отличается от этой вот это все распространение бактериоза который мы занесли вместе с этими частичками гриба и в дальнейшем нужно будет использовать какую-то питательную среду для очищения от бактериоза это небольшая проблема то есть ее можно просто-напросто устранить хлорам финиколом добавляя питательную среду вот это не проблема то есть ее очистить от бактерий как развести по разные стороны то есть бактериоз от мицелия грибов это разные миры значит что сейчас нужно сделать сейчас срочным образом это уже сегодня скорее всего последний день завтра уже будет поздно сейчас нужно попробовать произвести локализацию то есть вот этого вот эти грибов здесь четко видно что головочек черных нету скорее всего что есть большое подозрение что вот это и является мицелиям шампиньона значит нам нам будет необходимо произвести изоляцию вот этого образца на чистую питательную среду вот примеру вот сюда сейчас мы пробуем это все изолировать ну то есть изъять отсюда пересадить сюда посмотреть что в дальнейшем будет происходить ну и самый главный вопрос так подытожу вот все вышесказанное самое главное не имея опыта микробиологических работ работая непонятно с чем получая непонятно какие результаты будут возникать непонятно какие вопросы мицелия это или не мицелий верификация таких результатов возможно только в том случае когда вы видите грибы которые вырастут из этих из этого мицелия потому что вот для примера я взял вот это что это мицелия это или не мицелий я могу вам рассказать все что угодно что это мицелий труфеля белого или черного или зеленого или всего чего угодно это не что иное это как испорченная просто питательная среда куда попала одна какая-то спора этого рост какой-то непонятной культуры не имеющий ничего общего с грибами или имеющие общее только то что это тоже какой-то гриб но нам он абсолютно не нужен это в сути дела брат и вот не имея такого опыта у вас не будет возможности иметь ну не сможете вы верифицировать результаты которые вы будете получать поэтому экспериментировать конечно нужно играться с этим всем конечно нужно посмотрите что у вас в результате будет получаться для того чтобы все таки если хотите что-то научиться нужно взять какую-то чистую культуру где-то все таки купить из достоверного источника и поработать с ней вот ну скажем так да в дальнейшем я потом будет время это уже споровый материал никуда от меня не денется вот будет время я попробую его смыть оттуда и высеять тоже посмотреть что из этого всего получится не забудьте подписаться на канал с вами был макс с вами был макс